Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня мы, как обычно, подведем итоги предыдущего торгового дня по основным валютным парам и нефтемарке Brent, а также обозначим прогнозные ориентиры на предстоящую сессию. И начнем наш обзор с анализа динамики нефтяного актива, который возобновил в понедельник торговлю после удлинившихся выходных. Нефть торговалась на фоне разнонаправленных данных. Пятничный отчет от Baker Hadjus поддерживал курс черного золота с сообщением о сокращении активных буровых установок на 15 штук за прошедшую неделю. Однако опасение у некоторых участников рынка вызывает грядущая встреча экспортеров в Дохе. Как известно, Иран, только недавно избавившись от санкций, ограничивающих добычу, намерен наращивать производство на 1 млн баррелей в сутки, что может стать серьезным препятствием на пути заключения сделки в апреле между экспортерами. Нефть подешевела с отметки 41.21 до 40.75 в понедельник. При этом Brent опускался еще ниже до 40.31 за баррель в условиях тонкого рынка, которые сохранялись ввиду выходного дня в Австралии и Европе. Не исключено, что нефть сегодня продолжит дешеветь, однако в случае слабости американского доллара есть шансы на возврат выше 41 доллара за баррель. Рубль в понедельник подешевел против доллара, несмотря на поддержку от налогового периода. Вчера состоялись выплаты по налогу на прибыль. Однако причина спада национальной валюты, нисходящая динамика нефти, являющаяся по-прежнему ключевым драйвером пары. Если взглянуть на часовые графики нефти и пары доллар-рубль за последние полторы недели, то мы увидим корреляцию между нефтяными ценами и курсом рубля. При нефти в канале 40-50-41-50 за баррель пара формирует диапазон 67-50-68-60. Для тестирования поддержки 67 рублей за доллар необходимо движение курса бренда выше 42 долларов за баррель. Значительные запасы нефти на мировом рынке препятствуют росту цены, что в свою очередь ограничивает потенциал роста российской валюты. Помимо этого, сильная статистика по США может оказать стимулирующее воздействие на рост пары. Откончание мартовского налогового периода, в свою очередь, лишило рубль постоянной стабильной поддержки, которая теперь полностью предоставлена динамике нефтяного курса американского конкурента. На сегодняшних торгах нефть уже потеряла 35 центов, актуальная актировка 40-49, следовательно, динамика ниже 40-50 за баррель чревата ослаблением российской валюты до отметки 69-69. А может быть и 69-50. Торги понедельника по евро-доллару можно разделить на два этапа. Первая половина дня оказалась совсем безинтересной. Волатильность курса составила лишь 20 пунктов на фоне закрытых площадок в Европе и Австралии, в то время как вторая часть дня оказалась куда более активной, так как на рынок вернулись американские игроки, и вместе с тем была опубликована статистика по доходам и расходам населения штатов. Быки по доллару очень рассчитывали на сильные данные, однако статистика вышла умеренной, что отрицательно сказалось на курсе американской валюты против евро. Несмотря на то, что лишние доходы увеличились в феврале на 0,2%, при прогнозе 0,1% потребителей не спешили с расходами, которые в феврале выросли лишь на 0,1%, совпав с прогнозом после январского роста на 0,5%, который был максимальным за последние 8 месяцев. К росту пары подтолкнули данные по расходам на личное потребление. Месячный базовый ценовой индекс вырос лишь на 0,1% в феврале, хотя ожидался рост на 0,2%. В годовом урожении рост составил 1,7%. Коррекция по евро продолжалась вплоть до отметки 1,1219, максимум последних трех торговых дней. Ближе к концу сессии пара торговалась в области 1,1191-1,1207 и завершила день на отметке 1,1193. По итогам сессии евро подорожал на 31 пункт, актуальная котировка 1,1188, последние три часа пара дешевеет. На этой неделе важных событий будет предостаточно. Уже сегодня вновь выступает глава ФРС Джанет Йеллен. Возможно, после ястребиных заявлений ее коллег на прошлой неделе мы услышим и с ее стороны менее глубинные намеки касательно дальнейших планов ФРС по монетарной политике. Если же она продолжит уповать на недостаточность условий для более жестких действий регулятора, то мы рискуем получить продолжение восходящей тенденции евро-доллара. Правда, в конце недели нас ждут данные о росте числа рабочих мест США, также статистика по безработице и производственному сектору, которые позволят оценить как устойчивость американской экономики и перспективы доллара на ближайшие недели, так и вероятность повышения ставки Федрезервом в апреле. В паре с иеной доллар по-прежнему чувствует себя уверенно, дорожая седьмую сессию подряд. Однако рост продолжался лишь на азиатских торгах, которого хватило на всю оставшуюся сессию. После пара корректировалась с максимумом 113.68 в сторону цены открытия 113.16. В конце сессии нисходящая динамика замедлилась, и пара завершила день ростом на 26 пунктов. Доллар остается в зависимости от практически ежедневно публикуемой американской статистики. А риски ослабления иены увеличиваются на фоне вероятного оттока капитала из Японии, так как гособлигации все менее привлекательны с точки зрения доходности. Также опасения вызывают возможные интервенции со стороны Банка Японии, направленные на стимулирование экономики. На этой неделе пара выглядит наиболее перспективной для покупок, так как даже в случае слабых данных по рынку труда США доллар имеет шансы сохранить восходящую динамику. Покупать стоит на отскоках от поддержки 113. Ночью сегодня были опубликованы данные по розничным продажам и безработице. Статистика вышла хуже прогнозов. Безработица выросла на 3,3% в феврале, хотя аналитики ожидали сохранения январского показателя 3,2%. Розничные продажи в годовом выражении выросли лишь на 0,5%, при прогнозе роста на 1,7%, а месячный показатель зафиксировал сокращение на 2,3%. Актуальная котировка по паре 113.65. И сегодня мы ждем сохранения восходящей динамики с тестом сопротивления 114. В условиях тонкого рынка понедельника доллар сильно зависел от статистики по расходам и доходам потребителей, которая разочаровала инвесторов и медведей по паре фунт-доллар. Влатильность вернулась на средний уровень последних двух месяцев 100-150 пунктов после скромных пятничных торгов. К сожалению, расчет на укрепление американца против фунта не оправдался, поэтому о тестировании поддержки 1,4050 не могло идти и речи. На этой неделе среднесрочные ориентиры по фунту уйдут на второй план. Я имею в виду июньский референдум, так как в четверг выйдет квартальная статистика ПВП, данные по ипотечным кредитам, а вечером в 20 часов по Москве глава Банка Англии Марк Карни даст свою оценку текущей экономической ситуации в Великобритании и курсу фунта. В понедельник пара торговалась в диапазоне 162 пункта, стартовав с уровня 1,4130. Завершилась сессия ростом на 123 пункта на отметке 1,4253. Актуальная котировка 1,4230, сегодня следим за статданами США в 17 часов по Москве и выступлением Джанет Йеллен в 19.30. Не исключено повторение сценария понедельника, а именно консолидация первой половины сессии с последующим прорывом одной из границ флэтового внутридневного канала. Если комментариям Йеллен вновь будет присущ голубиный тон, то до пятницы доллар будет жешуять против основных европейских конкурентов фунта и евро. Американский доллар выступил и канадца в понедельник по аналогичным причинам. Затухающий нисходящий тренд пары практически сошел на нет на предыдущей неделе, однако повышенное внимание к американцу и его зависимость от позиции ФРС по монетарной политике могут образовать вторую волну продаж доллар-канады. В понедельник потери доллара против канадца в размере 86 пунктов превысили рост предыдущих двух сессий. Стартовали торги с отметки 1,3270. Хай на открытии был зафиксирован на уровне 1,3283 и минимум 1,3165 формировали торговый диапазон в 118 пунктов. Завершилась сессия на уровне 1,3184. На этой неделе статистики по Канаде мало, лишь два отчета по ВВП и производственному сектору в четверг и пятницу, поэтому в случае сегодняшних намеков госпожи Йеллен на недостаточную готовность экономики США к ужесточению можно попробовать сыграть на понижение американцев против канадцев в краткосрочной перспективе, а именно продавать с целью 1,31-1,3050 в случае ослабления американской валюты после сегодняшних новостей. По австралийцу прогноз тестирования поддержки 0,75 в случае отскока покупать до 0,76, в противном случае закрепление пары ниже уровня 0,7450 станет сильным сигналом о готовности пары к масштабному снижению. Что касается фундаментального фона, то сегодня нас ждет несколько важных экономических событий. Во-первых, в 12.15 по Москве выступает член фонг «Вильямс», в 17.00 выйдет индикатор уровня доверия потребителей США, отражающий уверенность в экономическом развитии. На вечер запланировано выступление Джанет Йеллен, главы Федрезерва, в 19.30 и отчет Американского института ОПИ по запасам нефти для торговцев по нефти в 23.30. В случае возникновения дополнительных вопросов, не забывайте обращаться на наш форум, либо на канал YouTube. На сегодня у нас все. Следующий брифинг состоится завтра, как обычно, в 9.30 по Москве, в прямом эфире. Всех я благодарю за внимание и до свидания.